Всем хоккеюшки! И с вами та самая хоккейная передача, которая расскажет о главных событиях МХЛ в интернете за прошедшую неделю. Ваншот от питерского Динамо – самая страшная рубрика на планете. Приходишь туда и не знаешь, что тебя ждет. На этот раз жертвами огнестрельной рубрики стали Максим Петров и Никита Буруянов. Динамо Ваншот, смеемся сами, смешим болельщиков. С нами Никита Буруянов, Максим Петров. Профессии называется задание. Я показываю вам на листочке с профессией, вы должны ее показать, вы тренируете. Что-что? Я показываю вам на листочке с профессией, вы должны ее показать, вы тренируете. Готовы? А, ребятам говорят названия профессии и нужно их изобразить. Давайте же скорее заценим. Поехали. Я обожаю эту работу. Лыжник. Саня. Парикмахер. Барбер. Полицейский. Повар. Забавно получилось. Только не показывайте это видео представителям этих профессий. А то они будут в шоке, как их видят в Динамо. Хоккеистам только можно показывать. За них не обидно. А Никита Буруянов подкинул нам загадку. Что он хотел изобразить в профессии парикмахер? Есть версии? Помогайте. Без вашей помощи здесь не разобраться. Награда за самый концептуальный календарь клуба МХЛ уходит в Кантамансиск. Мамонт и Югры решили снять его в народной стилистике. С юртой, с традиционной одеждой и без оленей. По моей информации, олени не захотели сниматься. Чересчур маленький гонорар. Но оставим бедных животных в покое и лучше понаблюдаем за бэкстейджем. Ну вы только посмотрите на этих красавчиков. Больше не боюсь умирать. Нужно обязательно провести голосование, кто лучше вжился в роль хантов. Победит Ди Каприо. В прошлом выпуске я рассказывал про то, как в Динамо используют травмированных игроков с пользой для контента. Тенденция продолжается. Мало того, что хоккеисты берут интервью, так они еще и комментируют матчи своей команды. Просто топ. У Алмаза были опасные атаки. Очень хорошо они подставляют. Вот и даже гол залетел там. Бросок, шайба рикошетила много раз, прыгала, прыгала. И ее запихали туда. То есть такой гол не чтобы там пас, 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 гол. А такой... Трудовой. Трудовой, да, можно так сказать. А в роли корреспондента в этот раз выступил Егор Смирнов. Смотрим. После матча с нами нападающий... Здравствуйте, Егор. Что говорил тренер? Почему партнеры по команде называют вашу тройку баунти? После матча с нами нападающий молодежь команды Московского Динамо Александр Кисаков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ты забросил на 15-й секунде матча. Расскажи, как так получилось молниенозно поразить ворота? И не слишком ли рано? Самый раз, я считаю. Просто Дарье повезло. Соперник ошибся, мы наказали. Вышло недурно. Хорошие вопросы и энергетика от Егора. Ну а за тройку баунти снимаю шляпу. Потому что играть с этой тройкой райское наслаждение. В Хабаровске каждый игрок под присмотром медиаштаба. В цепки, лапы, рубрики и идентификации попался нападающий тигров Евгений Ермаков. И выдал, пожалуй, один из самых крутых выпусков, что я видел. Любимое упражнение по физподготовке? Джампинг джакс. Ну, покажи. Ну, это... Георгий Чеценит. Это я с тренером, это я... Да, да, да. Это его любое любимое упражнение. Джампинг джакс. Какая часть твоего тела тебе нравится больше всего? Как сказать, скорее всего. Булочки? Да. Если стал бы невидимым на один день, куда бы пошел? Тренерскую послушайся про меня тренера говорят. Даешь новое прозвище Жене Ермакову. Пекарь. И ставьте только правильные хэштеги. Смотрите нас и следите за будущими звездами Роу Хоккея, чтобы потом было что вспомнить. И пусть у вас будет все. Хоккей. Роу Хоккей.